Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня мы продолжим с вами разговор о современной архитектуре, об ее истоках. Итак, часть 2. Ле Корбзье. На нашем первом занятии мы отметили, что в 20 веке формировалось несколько новых направлений в архитектуре, и одним из них стал функционализм. В 20-е годы основные принципы функционализма были сформированы во Франции. На этих фотографиях вы видите примеры массовой жилищной застройки во Франции, Германии и в Советском Союзе. Они наглядно свидетельствуют о том, что архитектурная мысль в этой области развивалась на основе тесного взаимодействия представителей разных национальных школ. Период после Первой мировой войны потребовал быстрого экономичного восстановления жилого фонда, особенно в странах, подвергшихся наибольшему разрушению. Следует отметить, что в этот период широкое распространение получило новая концепция массового строительства. Она отражала состояние послевоенной экономики, особенно во Франции, где был установлен жесткий государственный контроль за уровнем квартплаты, что вызвало отток финансирования из индивидуального строительства. Но государство субсидировало дешевое жилищное строительство, Habitation Amon Marche, прообраз ныне существующей программы ООН Habitat. Однако для Франции этих лет характерен резкий разрыв между практикой строительства и получившими широкий международный резонанс радикальными идеями, появившимися в области градостроительства и жилищного строительства в 1920-е годы. Одной из распространенных концепций развития городов была идея создания так называемых «сете-жарда» – городов-садов, встроившихся по единым проектам. Вы все, должно быть, помните у Маяковского «Я знаю, город будет, я знаю, садут свесть, когда такие люди в стране советской есть». Идея города-сада была широко распространена и нашла применение во многих странах, в том числе и в Советском Союзе. В разных городах появились так называемые «соцгородки» – целые поселки или городские кварталы, построенные по единому плану. Однако не массовое строительство способствует развитию архитектуры. Для этого нужна новая идея, талантливый архитектор и смелый состоятельный заказчик, который даст возможность архитектору реализовать его идеи. Мы с вами постараемся проследить, как это воплотилось в жизнь выдающегося мастера архитектуры Ле Корбюзье. Можно без преувеличения сказать, что Ле Корбюзье был наиболее влиятельной фигурой в архитектуре межвоенного периода. Этот мастер родился в Швейцарии, но он был французского происхождения. Стал одним из крупнейших архитекторов функционализма, представителем архитектуры интернационального стиля. Он был художником и дизайнером. Ле Корбюзье родился 6 октября 1887 года в небольшом городке Швейцарии Ла-Шо-де-Фон, в франкоязычном кантоне Левшотель, в семье, где традиционным было ремесло часовщика и мольера. Его отец занимался этим мастерством, потомственно передавая из поколения в поколение тщательность, внимание, пунктуальность. Мать Эдуара была учительницей музыки, что в то время было большой редкостью. Она оказала огромное влияние на воспитание сыновей. Эдуар, как называли его в семье, не любил Швейцарию. Он называл ее страной буржуа, лишенных эстетического чувства. Но именно здесь, живя в этом маленьком городке, полностью перестроенном в середине XIX века на основе регулярного плана, как бы одетого на ось линии железной дороги, он научился любить природу. И в этом заслуга его отца, который, невзирая на капризы природы, выводил сыновей в горы и учил их видеть красоту окружающей природы. В 13 лет он поступает в школу искусств в Шодельфонье, где учится декоративно-прикладному искусству у преподавателя Шарля Лаплатенье. С момента поступления в эту школу Эдуард Жанере начинает самостоятельно заниматься ювелирным делом, создавая эмали и гравируя монограммы на крышках часов. В школьные годы он много читает и занимается самообразованием. Свой первый архитектурный проект Эдуард Жанере, тогда так еще звали нашего выдающегося мастера, предпринял в неполные 18 лет с помощью профессионального архитектора. Это был заказ на жилой дом для гравера Луи Фалле, члена Совета Школы Искусств. Когда строительство было закончено на заработанные деньги, Эдуард совершил свою первую образовательную поездку по Италии и странам Австро-Венгрии. Около полугода Жанере находился в Вене, где был занят новыми двумя проектами жилых домов для Шодефона, изучал архитектуру венского соцессиона, встречался с художниками и архитекторами этого города, в частности с очень популярным тогда Йосефом Хоффманом. Увидев рисунки, сделанные Жанере в путешествии, Хоффман предложил ему работать у него в мастерской, отчего тот отказался, поскольку полагал, что соцессион – это стиль модерн, как его называют в России, уже не отвечает современным задачам, хотя надо сказать, что влиянию этого стиля он все-таки подвергся. Путешествие завершилось в Париже, где Жанере провел более двух лет, работая стажером-чертежником в бюро архитекторов братьев Агюста и Густаво Пере. Вы должны быть помните это имя. Это новаторы, пропагандившие, пропагандировавшие недавно открытый железобетон. Рисунки во время путешествия пригодились ему в последующем, для того, чтобы постичь тонкости архитектуры предшествующих эпох. Он с целью образования предпринял еще одно путешествие на восток, по Греции, Балканам и Малой Азии, где имел возможность изучать древние памятники, фольклор и традиционное народное строительство Средиземноморья. Эти путешествия стали его университетами и во многом сформировали его взгляды на искусство и архитектуру. Возвратившись на родину, Жанере стал работать преподавателем в школе искусств, той самой, где сам учился. А в 1914 году открыл свою первую архитектурную мастерскую. Заказ местного часового мастера и магната на новую виллу, виллу Шваб, или турецкую виллу, по словам самого Ликорбюзье, был первым проектом, в котором он почувствовал себя архитектором в полной мере. Недаром этот дом получил название турецкая вилла. Влияние архитектуры Ближнего Востока и Византии в ней легко читается. Но молодой архитектор уже сумел выразить некоторые собственные принципы в создании дома нового типа. Ликорбюзье не только находит гармоничное сочетание своего творения и окружающей среды, делая его частью ландшафта, но и рассматривает возможности дома как смотровой площадки, уделяя внимание видам, которые раскрываются из помещения вовне. Это шаг вперед к саду на крыше, одному из пяти принципов, сформулированных Ликорбюзье впоследствии. В доме используются стеклоблоки для остекления подсобных помещений, то есть есть стремление к тому, чтобы обеспечить максимальное освещение, максимальную инсоляцию данного здания. Проекты его описаний были опубликованы в журнале Esprit Nouveau и стали широко известны. В Ля-Шо-де-Фом им спроектировано несколько зданий. В основном это жилые дома, в частности построенные для родителей вилла Жен-Эре-Перре. В 1912 году. Эта постройка была осуществлена им на собственные средства. Молодому экспериментатору хотелось преобразовать окружающую среду для своих родителей и поделиться с ними своим новым ощущением прекрасного. Его бунтарский характер никак не отражался на семье. Он очень ценил родителей и хотел ввести их в ту новую жизнь, полную гармонии и света, но без ненужных декоративных излишеств. Мать архитектора Амели Мари прожила сто лет и умерла в 1960 году, за пять лет до кончины самого мастера. До конца своих дней она оставалась самым верным другом своего сына, который писал ей письма практически каждый день, делясь своими творческими планами и житейскими проблемами. Эта переписка сохранилась, и благодаря ей исследователи имеют сегодня подробнейшие свидетельства о жизни и творчестве мастера, его взглядах на жизнь и обстоятельства. Семья Женере принадлежала к альвинистской церкви. Это Пуритания, если мы вспомним, допустим, английскую историю. Она имела французские корни и происходила от гугенотов, бежавших в Швейцарию, из Франции после знаменитой Варфоломеевской ночи. Это не сделало Ле Корбюзье религиозным, но, безусловно, наложило отпечаток на его сознание, воспитало в нем повышенное чувство долга, ответственности и способность к самоограничению, что впоследствии нашло отражение в его концептуальных архитектурных идеях. Вот и в этом творении, в вилле, которую он построил для родителей, мы видим и аскетизм, и в то же время нельзя не разглядеть в нем влияние Венского ассоцессиона и Парижского арноуо. Безусловно, эти течения так или иначе нашли свое отражение в этом произведении. Но декоративности стало все меньше. На первый план выходит функциональное предназначение того или иного компонента здания. Оно удачно вписано в ландшафт. Благодаря естественной террасе один из фасадов с полуротондой имеет только два этажа, а площадка перед входом использована для создания небольшого сада с минималистичным ограждением. При этом другой фасад, выходящий на проезжую часть, насчитывает уже три этажа, причем окна каждого этажа демонстрируют функцию внутренних помещений. Небольших хозяйственных на первом этаже, большого зала на втором и жилых помещений на третьем. Возвратившись на родину, Женере стал работать преподавателем в школе искусств и в то же время много работал над своими новыми идеями. Он создает и патентует весьма успешный и существующий, существующий, существенный в его биографии, проект «Дом и но» совместно с инженером Дюбуа. В нем предугадана возможность строительства из крупноразмерных сборных элементов, что по тем временам было новаторским шагом. Концепцию «Дом и но» Корбюзье реализовал позже во многих постройках. Эта концепция позволила сделать стены там, где удобно, создавая эту модульную конструкцию, или Корбюзье, безусловно, предвидит развитие архитектуры и строительства уже в послевоенный период. В начале 1917 года Эдуард Жанере покидает Ла-Шодефон и Швейцарию, чтобы основаться в Париже насовсем. По приезде в Париж он работает консультантом в обществе по применению армированного бетона Макса Дюбуа. Работая в упомянутом обществе, Эдуард Жанере закладывает фабрику по производству строительных изделий и становится ее директором. Преподает также рисование в детской художественной школе, а в Париже знакомится с Амеде Озенфаном. Это было очень значимое знакомство. Вместе с Амеде он формулирует основные принципы пуризма, нового направления в изобразительном искусстве. Пуризм в своей работе отрицал декоративность, считая, что для художника наиболее важным, простым и понятным образом передать суть изображаемого предмета без отвлечения на всякие украшательства. Архитектурный пуризм также отвергал декоративность, считая, что здание должно быть исключительно функциональным, но при этом соблюдающим в конструкции пропорции золотого сечения. В Париже Эдуард Женере вместе со своим другом Азенфаном знакомятся с современной живописью, в частности с кубизмом. Они встречаются с Браком, Пикассо, Грисом, Левшицем, позже с Фернаном Леже. Под влиянием этих знакомств Эдуард Женере сам начинает активно заниматься живописью, которая становится его второй профессией. Вместе с Азенфаном они устраивают совместные выставки своих картин, декларируя их как выставки пуристов. В 1919 году Женере и Азенфан при финансовой поддержке швейцарского бизнесмена Рауля Ля Роша начинают выпускать философско-художественный журнал Esprit Nouveau «Новый дух». Архитектурный отдел в нем ведет Женере, подписывая свои статьи псевдонимом Ле Корбюзье. У этого псевдонима интересная история. Похожая фамилия была у прадедушки Женере по матери. Он только добавил артикль «Ле». Но это было очень смело, потому что по-французски сочетание букв «Л» и «Си» обозначают Христа. Это было весьма самонадеянно и свидетельствовало о том, что он воспринимал себя по меньшей мере пророком. Собственно, будущее показало, что он был недалек от истины. Он стал пророком в архитектуре. В журнале Esprit Nouveau впервые опубликованы пять отправных точек современной архитектуры Ле Корбюзье. Своеобразный свод правил в новейшей архитектуре. В 1922 году Женере открывает свое архитектурное бюро в Париже. В сотрудники он берет своего двоюродного брата Пьера Женере. Собственно, поэтому и возникла необходимость псевдонима, потому что два брата работали вместе. И он становится его постоянным компаньоном. В 1924 году они арендуют под офис крыло Старого Парижского монастыря на улице Севр, 35. В этой импровизированной мастерской создано большинство проектов Ле Корбюзье. Здесь работала группа его помощников и сотрудников. Для себя Ле Корбюзье вместе с двоюродным братом строят мастерскую на очень небольшом и неудобном участке. Строительство максимально дешевое. В этом здании мы еще не видим всех принципов Ле Корбюзье, но он продвигается к ним. Учитывая, что это мастерская, нужно много света, остекление делается даже не с двух, а с трех сторон. Это непрактично, нужно много тратиться на отопление, но дает прекрасную освещенность. В 20-е годы Эдуард Женере теперь уже Ле Корбюзье спроектировал и построил несколько богатых вилл, создавших ему имя. Большинство из них расположены в Париже и окрестностях. Это постройки яркого модернистского стиля. Их совершенно новая и даже вызывающая для своего времени эстетика заставила говорить о Корбюзье как о новом лидере европейского архитектурного авангарда. Одна из них Вилла Ла Роша. Еще одна Вилла Штейн в Гарше. И, собственно, дом на улице Ситроен номер 5 в Париже. Характерные особенности этих построек простые геометрические формы, белые гладкие фасады, горизонтальные окна, использование внутреннего каркаса из железобетона. Отличает их также новаторское использование внутреннего пространства, так называемый свободный план. В этих сооружениях Корбюзье применил свой кодекс архитектора 5 отправных точек архитектуры. При этом он строит за собственный счет для родителей новый дом. Прежний содержать было слишком дорого и сложно, его пришлось продать. После войны было мало заказов, да и часы перестали заказывать так, как раньше. Поэтому семье пришлось ограничиться гораздо более скромным жильем. И вот он строит для родителей новый дом на берегу Женевского озера, у городка Вивье. Отец уже стар, ему нужен более теплый климат, нежели тот, что был в его маленьком родном городе. Он создает максимально благоприятные условия для проживания престарелых родителей. Дом совсем маленький, дешевый в содержании и с крошечным участком. Здесь не нужна прислуга для помощи с уборкой. Родители всегда поддерживали Эдуара, и тут они соглашаются жить в новой для них непривычной эстетике свободного пространства. Вы видите собственноручный рисунок Ле Корбюзье с наброском внутреннего интерьера этого здания. Очень скромная обстановка, сделанная на заказ по собственным эскизам встроенная мебель. Единственное, что безусловно украшает эту квартиру, этот дом, это замечательное ленточное остекление с видом на горы. Молодой архитектор стремится к тому, чтобы создать возможно более уютное пространство. Для того, чтобы защитить участок от ветра и с озера, он строит стену, в которой проделывает окно, что дает возможность любоваться видом на озеро как отдельной картиной. Война закончилась, идет период восстановления, и для того, чтобы обеспечить спрос на новое, очень компактное, небольшое жилье, Ле Корбюзье и Женере приглашают новую молодую сотрудницу Шарлотту Пере, которая становится их соратником в разработке новых моделей мебели и даже участвует в рекламе своей продукции. Мебель всегда выручала архитекторов эти малые формы, на которых была возможность заработать хотя бы минимальные средства. Пропагандой нового эстетического пространства занимается печатное издание Ле Корбюзье, это журнал Esprit Nouveau. Дизайн продается лучше, чем архитектура, причем продается до сих пор, и до сих пор фонд Ле Корбюзье получает дивиденды от этой продукции. Ле Корбюзье продолжает разрабатывать идею города Сада, с которой он не согласен. Он считает, что небольшой город не может в полной мере развиваться. Для того, чтобы обеспечить сбалансированное соотношение всех городских структур, нужно не менее, чем 3 миллиона жителей. С этой концепцией согласны сегодняшние градостроители. Поэтому он выдвигает собственную концепцию лучезарного города, современного города на 3 миллиона жителей, утопающего в зелени. Для выставки «Осенний салон 1922 года» братья Жанере представили макет современного города на 3 миллиона жителей, в котором предполагалось новое видение города будущего. Впоследствии этот проект был преобразован в план «Вуазен» в 1925 году, развитое предложение по радикальной реконструкции Парижа. Планом «Вуазен» предусматривало строительство нового делового центра Парижа на полностью расчищенной территории. Для этого предполагалось снести 240 гектаров в старой городской постройки. 18 одинаковых небоскребов офисов, 50 этажей, каждый располагался по плану свободно на расстоянии друг от друга. Высотные здания должны были дополняться горизонтальными структурами у их подножия с функциями всевозможного сервиса и обслуживания. Застраивалась площадь, при этом 5% было застройки, а 95% отводилась под магистрали, парки и пешеходные зоны по сопроводительной аннотации Корбюзье. План Вуазен широко обсуждался во французской прессе и стал своего рода сенсацией, но, к счастью или нет, сложно судить, неосуществленной сенсацией. Сегодня в современном Париже существует квартал La Défense. Современный квартал агломерации Парижа, расположенный в северо-западном пригороде французской столицы. De Fals имеет статус самого крупного европейского делового инновационного центра. Его часто именуют Манхэттеном Парижа и французской силиконовой долиной. De Fals это стильный, элегантный другой Париж, который все больше и больше нравится ценителям французской столицы. Вот такой новый квартал был сформирован на основной оси развития, которая проходит через Елисейские поля и Триумфальную арку. Но по счастью для него не пришлось рушить старый Париж. Это новый квартал, который никак не разрушил старую архитектурную среду. Надо сказать, что идеи Ле Корбюзье нашли практическое применение и в нашем городе. Вот взгляните, это практическая реализация его идей лучезарного города. Массовая застройка осуществлялась в Ленинграде в 80-х годах и несколько раньше по проектам очень близким концепции Ле Корбюзье. Такой городской пейзаж в спальных районах нам всем очень хорошо знаком. Этот тип застройки получил повсеместное распространение, став воистину интернациональным стилем. Но вернемся к концу 20-х годов. В 1927 году мисс Ван-де-Рое приглашает Ле Корбюзье принять участие в создании образцового поселка в Айсенхофе в Германии. Там архитектор строит два дома. Один на одну семью, второй состоящий из двух секций и рассчитанный на две семьи, а учитывая его конструктивные элементы, эти элементы можно повторять неограниченное количество раз. Помимо архитектурного решения, Ле Корбюзье предлагает собственные варианты минималистической мебели. В этих интерьерах нет ничего лишнего, только необходимое. Проект сопровождался обширной документацией, и в его концепции излагались новые принципы необходимого для жизненного пространства. Взгляните на организацию внутреннего помещения. Во-первых, Ле Корбюзье пытался объяснить своим потенциальным заказчикам, что настали новые времена, и теперь для жизни не нужно так много пространства, как ранее. Достаточно обойтись минимумом, чтобы это было комфортно и удобно. мы видим на этом слайде закрытую перегородку, отделяющую детскую от комнаты взрослых, и встроенную мебель с задвигающейся кроватью. Следующий слайд демонстрирует нам то, как можно расширить это пространство, убрав перегородку, за которой находится детская комната. Спорная концепция, с ней можно безусловно спорить, насколько она комфортно и удобно, но вот такая идея была сформулирована и решена. Архитектор доказывал, что новому поколению нужно гораздо меньше жизненного пространства. Отсюда раздвижные стены и встроенная мебель. Стены окрашены принципиально в разные цвета. Мы можем вспомнить моду 60-х годов у нас в нашем городе оклеивать комнаты обоими одинакового рисунка, но разного цвета. Вот эта идея идет именно отсюда. В своем сопроводительном пояснении к зданию Ле Корбюзье пишет, что следует отказаться от традиции селить на верхних этажах прислугу. Именно с верхних этажей открываются самые привлекательные виды, которые по-новому заиграют при сплошном остеклении по одной из стен. И заключительное преимущество этих домов маленький сад на крыше. Эта идея первый раз была осуществлена им на практике именно в этом проекте. Проект был опубликован в журнале современная архитектура в СССР. Сегодня в этом здании находится музей. В строительстве самых известных объектов Ле Корбюзье применил разработанные им пять принципов. Мы упоминали об этом по ходу рассказа. Давайте рассмотрим их подробнее. Вот как он изобразил их графически на этом маленьком рисунке схеме, из чего складывается идеальный дом. Итак, что это такое? Пять принципов, пять отправных точек архитектуры. Свободный фасад. Что это значит? Это значит, опоры устанавливаются вне плоскости фасада внутри дома. Так возникают так называемые ножки, опоры, пилоны, которые переносят нагрузку со стен на эти опоры. Плоские крыши террасы. Вместо традиционной наклонной крыши с чердаком Корбюзье предполагает устраивать плоскую крышу террасу, желательно с озеленением на ней. Свободная планировка. Поскольку стены больше не являются несущими, внутреннее пространство полностью от них освобождается. Оно делается открытым, а стены независимы от несущих опор, поскольку они перенесены на пилоны. Таким образом можно менять планировку квартир свободно и любых помещений в том числе. Ленточные окна. Благодаря каркасной конструкции окна можно сделать практически любой величины и конфигурации. Столбы опоры. Дом приподнят над землей. Вот это те самые основные пять принципов архитектуры, которые являются основой, базой. наиболее ярким примером осуществления этих принципов на практике стала знаменитая вилла Совой в Пуасси, построенная архитектором в 1929 году. Здесь мы видим все элементы и колонны в нижнем этаже, на которые перенесена нагрузка со стен, и плоский сад на крыше, и сплошное ленточное остекление второго этажа и свободный фасад, равно как и свободная планировка. Интерьеры виллы полны света и воздуха, панорамные окна формируют картины из видов окружающей природы. В 1928 году Корбюзье участвует в конкурсе на строительство здания нарком Лехпрома, в то время дом Центра Союза в Москве, которое затем и было построено в 1928 и 1935 годах. Строительство осуществлялось под руководством архитектора Николая Колли. По итогам трех этапов конкурса, объявленного Центра Союзом, победу одержал проект Ле Корбюзье. По одной из неофициальных версий, на его победу могла повлиять дружба с советскими архитекторами. Входившими в отборочную комиссию. Но на самом деле история была такова, что когда обсуждались представленные на конкурс проекты, проект Ле Корбюзье произвел такое ошеломляющее впечатление на всех остальных участников, а там были очень крупные представители московской архитектурной школы, которые высказались за то, чтобы победа обязательно была отдана французскому мастеру. И потом сам факт наличия объекта, построенного знаменитым французским архитектором в Москве, в столице Советского Союза, был очень значим. Надо сказать, что Ле Корбюзье очень тесно взаимодействовал с советскими конструктивистами и многому у них научился и подчеркнул для своей будущей работы. Таким образом складывались международные контакты. Для него они имели очень большое значение. Разработанный французским архитектором проект корпоративного дома Центра Союза был инновационным по своему архитектурному облику и техническому исполнению как для Советского Союза, так и для европейских стран. Ле Корбюзье предложил использовать железобетонный каркас, объяснив свой выбор возможностью применения продольного окна. При подобной планировке полы этажей выступают за края колонн. Такой прием освобождает окна от точек опор, что было принципиально новым для советской строительной практики. Архитектор использовал систему двойного остекления с открыванием окон при помощи боковых шарниров. Схему устройства центральной системы отопления, охлаждения и вентиляции Ле Корбюзье выполнил по примеру своей предыдущей работы конкурсного проекта Дворца нации в Женеве с целью теплоизоляции внутренних помещений он также использовал навесные стены и краны. В здании предусматривалась внутренняя система кондиционирования для обеспечения комфортных условий для работников при любых погодных условиях. Но, к сожалению, из-за недостатка бюджета часть предложений Ле Корбюзье в дальнейшем не была реализована и сегодня сотрудники, работающие в этом офисном здании иногда испытывают немалый дискомфорт от того, что одна из застекленных стен полностью обращена на юг и не имеет должной системы кондиционирования. Как и при разработке проекта Виллы Совой, Ле Корбюзье дополнил Г-образную форму здания полуциркульным объемом главного входа для создания эффекта динамичности. Первый этаж дома архитектор оставил незастекленным свободное пространство между несущими балками планировалось использовать в качестве автостоянки и даже создания небольшого парка. Здание является ярким примером творческого стиля Ле Корбюзье и его пяти отправных точек современной архитектуры, которые в процессе работы он дополнил принципом свободной циркуляции людей и воздуха. здание было одним из первых в Европе больших офисных комплексов, особенностями которого являлась огромная площадь фасадного остекления, открытые стойки опоры, поддерживающие блоки офисов, свободное пространство первого этажа и горизонтальная крыша. Привлекающая внимание облицовка стен дома выполнена из розового туфа. некоторые конструктивные элементы здания, например, пандус, состыкующийся с лестницей, удивительного рисунка пролет лестничный, вот такие винтовые лестницы и малые винтовые лестницы, соединяющие офисы между собой. Исключительно современная конструкция. Она выглядит вполне актуально и сегодня, а ведь с момента ее строительства прошло почти сто лет. Еще одна интересная деталь этого здания это лифты система Паттерностер. Безостановочный, бездверный лифт был изобретен в Англии еще в 1868 году. Особенное распространение получил в Германии, где было установлено более 300 таких лифтов. Название Паттерностер переводится как Отче наш. Это молитва. Во время чтения этой молитвы использовались четки. С ними можно сравнить и механизм, заложенный в основу этой конструкции лифта. В Москве такую действующую конструкцию можно опробировать и сегодня в здании Министерства сельского хозяйства в Урликовом переулке, ранее Наркомзема. За годы войны архитектор накопил новые идеи и развил сформулированные ранее. Надо сказать, что выполнение заказа на строительство здания Центра Союза очень помогло ему пережить военное лихолетие. Он уехал из Парижа далеко на юг и имел возможность в какие-то годы не заниматься практическим строительством, а формулировать те идеи в области планирования градостроительства и архитектуры, которые у него родились на предыдущем этапе. Гонорар, полученный им за эту работу, дал ему финансовую свободу. В послевоенный период строительство велось низкобюджетное. Нужно было находить выигрышные решения за счет цвета и формы. Примером новых работ Ликорбезье может служить здание мануфактуры Клод и Дюваль и так называемая жилая единица, жилой дом, который он построил в Марселе. И вот здесь, говоря об этом сооружении, которое уже вполне напоминает нам современное строительство, нельзя еще раз не отметить важность международного взаимодействия и сотрудничества между архитекторами. Вот пример. Слева вы видите ячейку F. Это деталь, которую использовал Моисей Гинсбург в Москве при строительстве дома Наркомфина. А справа план жилой ячейки, жилой единицы Ле Корбюзье для Марсельского дома. Они очень близки по решению. Опять же, два уровня объединены в едином пространстве благодаря тому, что можно переносить несущие стены, можно переносить стены так, как это хочется сделать архитектору. Исследователь отмечает, что Ле Корбюзье во время его пребывания в СССР ознакомился самым подробным образом с поисками и находками советских конструктивистов. В ряде его проектов есть просто прямые цитаты из работ Леонидова, например. А в данном случае для специалистов, да и для нас очевиден тот факт, что Ле Корбюзье был прекрасно знакомый с идеями Гинсбурга и принимал их как свои. Архитектор тщательно прорабатывает цветовое решение и для этого сооружения, отталкиваясь в частности от разработок Баухауза. Примеры такого творческого взаимообмена делают эту архитектуру поистине интернациональной. Вот это набросок, который сделал Ле Корбюзье под цветовым зонам, необходимым для этого здания и воплощение их на практике в интерьере. А здесь мы с вами наглядно видим, как архитектор применяет сформулированные им пять принципов, переносит основной вес здания на опоры, освобождая стены таким образом и использует ленточное остекление и свободную планировку. Известный всему миру комплекс зданий он на берегу Эстривер в Нью-Йорке был построен в 1848-52 годах. Официальные авторы проекта Уолис Гаррисон и группа архитекторов, работавших под его руководством. В нее вошел и молодой талантливый архитектор из Бразилии Оскар Немейер. С Ле Корбюзье они уже были знакомы и даже сотрудничали несколько лет назад при проектировании Министерства просвещения в Рио-де-Жанейро. Вскоре имени Немейера станет столь же известным как имя Ле Корбюзье после того как будет построен город Бразилия с его поразительно новым современным обликом. Но вернемся к зданию на Эстривер. Возглавил группу Уолис Гаррисон американский архитектор и дилер. Но многие ли знают что к проекту здания он причастен самым непосредственным образом и француз Ле Корбюзье. Между тем он сам утверждал в частности в своей автобиографической книге что его имя среди авторов этого комплекса не значится. Так как же все-таки обстояло дело на самом деле? Кому в действительности принадлежит авторство этого проекта? На фото 1947 года международная команда проекта не все правда ее участники в процессе проектирования принимают участие Ле Корбюзье Николай Басов из СССР Говард Робертсон из Великобритании и руководитель проекта Гаррисон Долгое время специальная комиссия согласовывала размеры участка необходимого для строительства Ле Корбюзье был прикомандирован комиссией от Франции он был категорически не согласен с запросом на предоставление 26 500 акров земли что составляет 3 Манхэттена по площади он подал так называемый доклад меньшинства то есть протестную записку служебную в которой обосновывал совершенно иной подход к потребностям строительства в результате площадь приобретенного участка уменьшилась с 26 500 акров до 17 акров то есть участок оказался в 15 простите в 1500 раз меньше через 8 месяцев Ассамблея ООН утверждает участок близ Истривер в Нью-Йорке одобрив таким образом предложение Ле Корбюзье всем не терпелось увидеть первоначальный эскиз всего комплекса как пишет сам Корбюзье с начала 1947 года он работал над проектом закончив его в общих чертах к концу февраля по его словам Гаррисон торопил его так как вскоре должны были прибыть остальные эксперты из состава комиссии и так 26 февраля 1947 года проект под девизом макет 23 был представлен для оценки конечно это не был полностью завершенный проект а всего лишь выполненный из пластилина макет идея концептуальный образ комплекс штаб-квартиры по проекту Ле Корбюзье включал 4 сооружения здание секретариата высотное здание специальных служб высотное корпус комитетов и комиссий и генеральная ассамблея круглый зал заседаний по проекту все сооружения располагались свободно отдельными блоками большая живая часть предназначалась для скверов с газонами декоративными посадками проездами и пешеходными дорожками вторая вертикальная доминанта здание специальных служб сообщало комплексу необходимую пространственность и масштаб в наши дни комплекс штаб-квартиры ООН это помимо всего прочего посещаемый многими объект туризма кроме самих зданий интерес представляют собранные здесь предметы монументального искусства некоторые из них принадлежат известнейшим художникам в том числе и российским например известная скульптура в Учетиче перекуем мечи на орала или витраж марка Шагала а в 1965 году к ансамблю было достроено еще одно крыло здание библиотеки Дага Хаммершельда что происходит в жизни мастера дальше Ле Корбюзье приглашают в Индию страна недавно обрела независимость и стремилась создать новый имидж несмотря на всю разруху финансово-экономическую недостаточность стране жестко и решительно требовался новый город новый центр для двух штатов решением этой проблемы стала идея строительства нового города совершенно новой для Индии архитектуры это был действительно первый опыт в новой независимой Индии во притворении в жизни самостоятельного городостроительства отсутствие строительной базы и каких-либо средств механизации не смустили Живохарла Ланеру тогдашнего премьер-министра Индии и город по большей части был построен буквально за три года удивительные темпы как известно Ле Корбюзье был приверженцем рационализма в архитектуре именно поэтому внутренняя планировка города строго разграничивалась проектировщиками зонально по типу функциональности той или иной его части административная часть города включающая правительственный комплекс была помещена на возмышленность близ гор рядом с озером к ней должна была примыкать учебная зона среди которой были и парковая часть включающая в себя физкультурно-спортивную зону а также досуговые центры зона заводов и промышленно-технических комплексов отделялась от предыдущей части так называемым зеленым поясом эта лесопарковая часть была призвана максимально оградить население от вредных заводских выбросов несколько примеров зданий из этого огромного по масштабу строительства дворец правосудия важную роль в городе играет вода летом температура поднимается до 40 градусов большие парадные площади раскаляются и искусственные водоемы здесь очень важны экономическое положение Индии в эти годы было таково что на все сооружения проекта железобетона не хватало из него были выполнены основные административные здания для жилищного строительства объектов социальной инфраструктуры использовали производимый на месте обожженный кирпич что же подводя итог можно сказать что вся эта казалось бы социальная утопия которую планировали выстроить архитекторы и городостроители можно сказать удалась сейчас Чендигарх это безусловно культурный и торговый центр всего региона количество постоянно проживающего населения теперь составляет более миллиона человек среди которых более 70% грамотны что для Индии абсолютно фантастический показатель и сейчас с уверенностью можно сказать что Чендигарх один из самых удобных и красивых городов в Индии всего этого он достиг в первую очередь благодаря тем кто с душой и умением подошел к его строительству однако вернемся во Францию здесь в 1955 году Ле Корбезье создает один из самых своих всемирно известных шедевров капеллу в Раншане если подъезжать к капелле со стороны автотрассы она открывается зрителю не просто постепенно а в соответствии с иерархией ее знаковых элементов первой в разрезе растительности появляется знаменитая отдельно стоящая апсида потом к ней добавляется не менее узнаваемая шапка монашки и наконец разноцветное пятно традиционной живописи Ле Корбезье на главном входе существует такая версия необычности архитектурного решения капеллы Нотр-Дам-Дио рассказывают что Корбезье возвращаясь из Москвы где он строил здание Центросоюза на Мясницкой специально посетил Псков там он был настолько поражен необычайностью псковской архитектуры а в частности храмом Богоявления на Запсковье что впоследствии использовал основные принципы псковской школы архитектуры для проектирования раншана это грубо вручную обработанные толстые стены наклоненные вовнутрь прорезанные тонкими бойницами окнами это три классических апсиды одна из которых выше двух остальных это мягкий рисунок покрытия кровли и луковиц выполнены чаще всего из дерева это белый цвет и свет снаружи и полумрак цветной иконописи внутри раншан это тоже толстые наклонные вовнутрь стены обработанные грубым штукатурным набрызгом прорезанные тонкими окнами бойницами с цветными стеклами это три совершенно нетипичные для католицизма апсиды две из которых обрамляют северный вход а третья самая высокая южный это перевернутая вверх ногами псевдодеревянная кровля это белый ослепляющий свет снаружи и пещерный полумрак внутри оживленный разноцветными витражами архитектура церкви говорящая языком чистых форм находящихся в точных соотношениях выявляет присущие Ле Корбюзье особое свойство влияния пластических искусств их взаимопроникновения и взаимного обогащения так характеризует это сооружение статья во всеобщей истории архитектуры еще одно культовое сооружение это монастырь Ла Туретт как и все постройки знаменитых архитекторов монастырь Ла Туретт в первую очередь воплощение важных для автора общих идей а уже во вторую здание для конкретного заказчика принцип единения сооружения с окружающей природой очевиден в этом произведении архитектора он много строит не только во Франции но и за рубежом одна из таких уникальных построек это крупнейший государственный музей западного искусства в городе Токио Япония в свое время построенный для частного собрания для коллекции мацукаты богача сколотившего состояние на военном судостроительстве во время Первой мировой войны искупивший огромное количество первоклассного модернизма в Париже собственно для этих работ и строился музей Эту коллекцию французское правительство вернуло японцам несмотря на то что оно к ним попало в качестве репараций сооружение представляет собой закрытый параллелепипед из бетона в этот раз Зочи сохранил плоскую крышу для размещения сада но полностью отказался от оконной системы освещения и вентилирования оставив одно большое окно в качестве парадного входа оно располагается на уровне второго этажа и попасть туда можно через ступенчатый пандус соединяющий землю и центральный вход но и в заключение хочется сказать несколько слов о том как архитектор видел свое личное пространство это его дом на юге Франции на берегу моря знаменитый дом в Кабаноне и домом-то назвать эту маленькую лачушку трудно очень скромной по размеру уже в зрелом возрасте Ле Корбюзье женился на Ивон Голис манекенщице и дизайнере из Монако в молодости она была очень хороша собой и впоследствии очень тяжело расставалась с этим природным даром чем часто осложняла жизнь мастера Ивон была далеко не самой лучшей хозяйкой и поэтому мастер так стремившись создавать вокруг себя гармонию в простоте жил в беспорядке и неуюте эти фотографии говорят нам о том что жизнь семьи была достаточно богемной и неустроенной но при этом Ле Корбюзье считал что 15 квадратных метров это вполне достаточное жизненное пространство и вот перед нами план этой самой виллы в кабаноне следуя усвоенным с детства буританским правилам Ле Корбюзье считал что этого пространства вполне достаточно чтобы разместить на нем все необходимое для жизни человека на фотографии общий вид приморской виллы эта комнатка единственное ее помещение лавка-сундук вдоль стены это и спальное место пока была жива супруга архитектора она укладывалась спать на лавку а мастер спал на полу откидной стол служит и для работы и для еды а табурет и короба это и сидение и место для хранения по теории Ле Корбюзье человеку достаточно емкости в 2 кубических метра для того чтобы разместить там все свои вещи так в комнате есть шкафчики соответствующие этим нормам за красной занавесочкой у изголовья туалет стены и пол украшают росписи в стиле пуризма вот в такой эскетической обстановке проводил свои летние отпуска всемирно признанный мастер архитектуры здесь же на берегу Средиземного моря 27 августа 1965 года Ле Корбюзье умер он неважно себя чувствовал его врач опасался за состояние его сердца и не рекомендовал ехать к морю однако архитектор настаивал ему было разрешено плавать только днем и не больше 15 минут какое-то время он выполнял требования врача но 27 августа поступил так как ему хотелось он вышел рано утром и его видели без перерыва плавающим далеко от берега и обратно много часов подряд в конце концов в море обнаружили его бездыханное тело он умер от инфаркта 1 сентября состоялось прощание с Ле Корбюзье в Куркаре в квадратном дворе Лувра официальные похороны состоялись в монастыре Санта Мария Ле Корбюзье погребение на кладбище Сан-Мартин Ле Корбюзье оставил миру свои произведения свою теорию свою архитектурную школу существует фонд музей и архив учрежденные в честь архитектора Шарля Эдуара Жан-Эре Гри Ле Корбюзье фонд включает здание дома Ле Роше музей на площадке Виллы Бланш где Ле Корбюзье проживал с 1933 по 1965 год сюда же входит маленький дом построенный для его родителей в Корсо на берегу Женевского озера о котором мы говорили в 2002 году фонд Ле Корбюзье Министерство культуры Франции выдвинули инициативу внести произведения Ле Корбюзье в список памятников наследия ЮНЕСКО заручившись поддержкой стран на территории которых имеются его постройки а это Франция Аргентина Германия Швейцария Бельгия Индия Россия и Япония эти организации подготовили список произведений Ле Корбюзье для включения в памятники внесли свое предложение в ЮНЕСКО в январе 2008 года И сегодня эти памятники утверждены как часть всемирного наследия Фонд учреждает награды за успехи в архитектуре и продолжает свою деятельность по популяризации творческого наследия архитектора Спасибо вам за внимание Мы продолжим с вами разбирать основные направления в архитектуре начала XX века и поговорим об их ведущих мастерах Спасибо До встречи